Здравствуйте. Сезон закончился, но мы с вами так и не обговорили последний старт. Это чемпионат мира. Буквально месяц назад он завершился. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Ну, я рада, как я выступила, потому что были, конечно, сложности перед стартом. И в итоге я закрыла сезон неплохо. Катала обе программы достойно. Ну, неплохо это мягко сказано, поскольку мы видели, что короткая программа была гораздо лучше, я бы сказала, не просто откатанно, а сыграно, потому что на Олимпиаде мы видели, что была травма, было очень тяжело, а на чемпионате мира так мягко и красиво. В чем секрет вот этот отрезок между Олимпийскими играми и Чемпионатом мира? Что вы успели сделать? Какое чудо успело случиться? Ну, к Олимпийскими играм я не успела подготовиться так, как хотелось бы, потому что пришлось ехать в Казахстан и готовиться здесь, и лечиться. И поэтому подготовка прошла не так, как хотелось бы, и в итоге вот выступление вышло таким. И потом, после Олимпиады я поехала в Канаду, и мне, естественно, нужно было немного времени, и я вошла в форму за это время, и, естественно, получилось выступить лучше. Кроме всего прочего, наверное, удалось полечить ногу. Да. После Олимпиады уже появилась мотивация еще больше работать, чтобы быть уже выше, то есть на следующей Олимпиаде. Угу. Ну, кстати, об Олимпиаде. Олимпиада – это было что-то совершенно новое, что-то совершенно удивительное? Или вот обычный гран-при, как вот я слышала такое мнение, что обычные соревнования, только бортики без рекламы? Угу. Ну, Олимпиада – это вообще атмосфера другая. Вот эта Олимпийская деревня, все спортсмены вместе. Лед был, ну, я не знаю, был просто шикарным. Я нигде не каталась на таком льду, то есть это был самый лучший лед, на котором я только могла кататься. Ну, когда выходишь на лед, когда уже катаешь программу, то чувствуешь себя, как на обычном соревновании. Вот все вот вне льда – это вообще другое. Понравилось. И еще поедете? Конечно. С удовольствием, да? Ради того, чтобы доносить до зрителя свою программу, многие фигуристы ходят на курсы актерского мастерства. Как вы считаете, нужно ли это? Или достаточно того, что говорит тренер, хореограф? Ну, насчет актерского мастерства я не знаю, надо ходить на курсы, но думаю, что хороший хореограф может донести спортсмену, как нужно, что нужно показывать на льду, не считая, что курсы нужны. Хорошо. В новом сезоне что будет? Будет новая программа? Да, будут обе новые программы. Секрет пока, да? Ну, есть идеи насчет музыки, но пока я не могу сказать. Угу. Ну, если чуть приоткрыть завесу, будет какая-то своя фишка? Вот, например, как Мира Инагасу, там, с тройным акселем, теперь это у нее такая фишка, которую она, по-моему, преследует из выступления выступления. Ну... У вас какая-то такая фишка будет? Я сейчас отдыхала и только сейчас возвращаюсь, начинаю снова тренироваться, и мы посмотрим позже, наверное. Ну, конечно, фигурное катание женское идет вперед, и уже можно увидеть, как многие тренируют уже многооборотные прыжки, и я не исключение, мне тоже придется, то есть, пробовать и тренировать. Вот, кстати, о многооборотных прыжках мы с вами в декабре, когда мы виделись, если кто-то из телезрителей видел эту программу, мы с вами уже обсуждали четверные прыжки, говорили о том, что Лепницкая вот предрекает эру пятерных прыжков и так далее. И буквально вот недавно, когда на чемпионате в Софии, у юниоров, да, в чемпионате мира, Александра Трусова задрала всем планку, сделала, по-моему, она сделала каскад из двух четверных прыжков. Нет, сольные два четверных. Два четверных подряд, да? Ну, так и вот теперь что делать взрослым спортсменкам? Ну, взрослым, это уже совсем другое, то есть взрослым тяжелее прыгать, наверное, четверные. То есть это уже вес больше, и надо быть еще сильнее. Ну, есть, конечно, фигуристки взрослые, которые прыгали четверные, такие как Микки Анда, то есть она уже в зрелом возрасте прыгала четверной прыжок. И давно были такие фигуристки, как Мидрито, Тони Хардинг, то есть они были немаленького веса, можно сказать, но прыгали тройные акселя, очень высоко и не хуже мальчиков. Я думаю, что сейчас просто все поняли, что это неважно, ты девочка или мальчик, даже девочки могут прыгать в многооборотные прыжки. В вашей новой программе будет место таким прыжкам? Загадать сложно, потому что это уже совсем другой прыжок. Четверные прыжки ты не можешь тренировать так, как тройные. То есть тройные прыжки ты прыгаешь, а четверные, то есть по количеству... Его тяжело вписать в программу? Да, ну как отработать в программе, это уже совсем другое. Количество уже намного меньше, когда прыгаешь в четверные. Потому что это все-таки намного сложнее прыжок. Можно, если слишком много тренировать его, можно получить травму. Вот, и стабильность это должна быть, чтобы прыгать на соревнованиях четверной. Недавно где-то мне встретилось видео, где Анна Погорилая говорит, что женственность и артистизм в фигурном катании все-таки это основные моменты, на которые приходит зритель, на которые, собственно говоря, и любят смотреть, что это главное украшение вашего вида спорта. И что маленьким девочкам не нужно соревноваться вместе со взрослыми девушками в одном соревновании. Но здесь вот вечная вот эта дискуссия, нужно ли девочкам-подросткам-юниоркам выступать вместе со взрослыми спортсменками. Я, конечно, частично согласна, что женское одиночное катание – это должна присутствовать в женственности катания. И если спортсмен может совмещать и прыжки сложные, и катание, и женственность, то почему нет? Здесь больше речь идет о том, что вот мы, Алина Загитова, 15 лет, совсем недавно Женя Медведева тоже была очень юной девушкой, где удивляла весь мир. Вы в свое время тоже в 15 лет уже начали во взрослых выступать в соревнованиях. Было ли тяжело и как смотрели на возрослые? Ну, на самом деле, вот это в том-то и дело, что когда ты юниор, выходишь первый сезон в взрослые соревнования, тебя так не воспринимают. Даже если ты, возможно, прыгаешь лучше, ну, все равно по компонентам немного удерживают, и ты все равно не получаешь больше, чем опытный спортсмен, который катается уже долго. И это обидно? Да, бывает. Если продолжать тему возраста, вот смотрите, Алине Загитовой 15, Каролине Костнер 31. То есть, когда Загитова только родилась, Костнер там уже в полный рост занимался фигурным катанием, да? Англичанки там были очень возрастные, за 35, по-моему, такие тетеньки. Как вы думаете, до какого возраста оптимально находиться в фигурном катании? Это зависит, это индивидуально зависит от каждого человека, то есть генетически тоже. Вот думаю, что я могла бы долго кататься. Насколько долго? Ну, тоже думаю, где-то до 30, может, и больше, потому что есть и спортсменки. Например, в России бывает спортсменки рано заканчивают. Это зависит тоже от тренировок. Бывает, просто устают, и уже у них нет мотивации, сил заниматься дальше. Когда спортсменка растет, взрослеет, соответственно, у нее изменяется тело, изменяется, как это правильно говорить, ось вращения, да, центр тяжести, сталкиваются с определенными трудностями. Вы сталкивались с такими трудностями по мере взросления? Бывали моменты, конечно, когда прыгаю и не понимаю, что происходит, то есть меня не держит, у меня нет центровки, что-то происходит, но просто нужно немного времени, немного усилий, и все приходит в норму. Обычно, ну, у меня приходит в норму. А сколько времени это занимает? Нужно несколько недель, нужны усиленные тренировки, также на полу, закачка мышц, чтобы на льду можно было держать баланс и центровку в прыжках. Курлая Узурова, главный тренер нашей казахстанской сборной, очень высоко оценила ваши достижения, тепло отзывалась о том, как вы выступили на Олимпиаде. И она отметила тот факт, что в произвольной программе все прыжки, каскады у вас смещены во вторую часть выступления, что это значительно удорожает программу, что она смотрится лучше, и, соответственно, и выносливость у спортсмена должна быть, то, бишь, и у вас. Но ведь это большой риск. Мы видели, что у Алины Загитовой все прыжки выставлены во вторую часть программы, и как это случилось на чемпионате мира? Ну, спортсмен ставит прыжки во вторую половину только тогда, когда он уверен в них, уверен на 100%. То есть эти каскады, которые я делала во второй половине, я в них уверена, они у меня стабильные. Только поэтому они у меня стоят во второй половине. Если бы я не была в них уверена, то я бы не ставила их во второй половине. Угу. Татьяна Анатольевна Тарасова, непререкаем авторитет в мире фигурного катания. Ну, мы с большим уважением все относимся к ней, к ее творчеству и так далее. Мы с вами на прошлой программе обсуждали, что когда она вас назвала ребенок Кармен, да, в этот раз на чемпионате мира или после Олимпиады она сказала, что вот Элизабет Турсенбаева просто совершеннейший бриллиант для парного фигурного катания. И в этой связи, значит, начались разговоры в сети, начались между, вот опять же, в кулуарах, что, дескать, ну где же мы возьмем такого достойного партнера к Элизабет, если вдруг продолжать карьеру? Ну, многие говорили, конечно, мне об этом, из-за того, что я небольшого роста, и поэтому, ну я не знаю, честно, я никогда себя не представляла в парах. Я чувствую себя хорошо одиночным, ну, кто знает, как все может обернуться, вот. То есть вполне может быть, да? Нет, нет, что я никогда не думала о парне. Считаю, что в одиночном я справляюсь хорошо. Перейдем вот к таким насущным вопросам. Я знаю, что вот вы сейчас в этот свой приезд приехали в Астану по вопросам своего образования. Где вы учитесь? Какая будет у вас специальность? Я учусь в колледже Хаджимаканом Найтпасово, там учатся многие фигуристы, спортсмены все, вот, и образование у меня тоже спортивное, на тренера, наверное. Вот, я во втором курсе учусь. Ну, у меня брат тоже там учится и собирается тренировать после того, как получить диплом. А вообще, каким вы видите свое будущее? Потому что, вот я знаю, что вот нынешняя чемпионка Кейтли Носман, да, чемпионка мира, она одно время, когда сидела дома с травмой, занималась тем, что приходила на радио или куда-то на телевидение, вела там какие-то программы, комментировала фигурное катание, там еще какая-то девочка, я сейчас не помню, кто, по-моему, кто-то из корейских фигуристок, хочет быть техническим комиссаром ИСУ. Ну, то есть, вот такие профессии для себя. Не обязательно тренер, а вот вы себя кем видите? Все-таки тренером? Ну, может, и не тренером, но что-то точно связанное с фигурным катанием. Вот, я думаю, я могла бы помогать спортсменам в Казахстане, поднимать их на уровень выше, ну, то есть, помогать развиваться в фигурном катании в Казахстане. Ну, это все-таки, значит, тренерская работа. Кататься долго себе. Так, не скоро, расслабьтесь, товарищи тренеры, еще не скоро. Значит, ну, вот, а все-таки, комментаторская работа не прельщает? Конечно, если будут предложения, почему нет? Вот у меня сейчас к вам предложение пройти в комментаторскую кабину и попробовать себя надеть наушники. Как вы к этому относитесь? Ну, я думаю, я знаю фигурное катание хорошо, наверное, я смогла бы комментировать. Прошу. Серьезно? Прямо сейчас? Да. Видно было, что вторая нога оказалась тоже на льду. Прыгнула на две ноги. Я думаю, что это, конечно, более эмоциональная причина, нежели физическая, потому что на разминке она смотрелась уверенно и на тренировках тоже. Я думаю, она сейчас и сама не понимает, что произошло. Елизабет, было ли страшно тебе вот сейчас первый раз в качестве комментатора? Конечно, ну, конечно, первый раз. Но это интересно было. Вот, особенно когда в прямом эфире. Интересно очень комментировать, мне кажется. Еще раз пришлось вам увидеть вот этот, образно говоря, кошмар, который произошел с Алиной Загитовой, да? Какие чувства? Вот вы, наверное, на трибуне видели, да, это выступление? Именно на чемпионате мира мы смотрели на трибуне. И эмоции вообще у всего зала были, конечно, огромные. Все испытали шок. И прям после каждого падения все издавали такие звуки шока. Вот. Вот вы как спортсменка, вы же понимаете, что она испытывала, да? Что она испытывала? Разочарование, наверное, не знаю, досаду. Потому что когда ты знаешь, что ты готов на сто процентов, и вот так все проходит, это, конечно, очень грустно. Страшно, да? А в тот момент, вот когда спортсмен падает с элемента, ну, у вас такое тоже было? Что в голове, что происходит? Он еще пока не осознает. Именно осознание приходит после того, как вступаешь. Через минуту, да? Да, вот когда сидишь уже в кисан крае. А именно во время ты еще не понимаешь, что происходит. Все на автомате, да, двигается? Продолжение следует...